Обсуждали варианты усыновления сирот, спорили об эвтаназии. Победители конкурса «Парламентские дебаты» награждают в Законодательном собрании региона. Премии и дипломы получили 10 самых активных молодежных палат. Подробности у Дарьи Шведовой. Марина Фермененко – молодая мама, воспитывает трехлетнего сына. И при этом лидер молодежной палаты в Снежинске. В конкурсе «Парламентские дебаты» Марина заняла третье место. Была такая тема, что, допустим, палата решила установить слепой метод усыновления. То есть родителям, будущим желающим ребенка взять из дома малютки, будет известен только возраст ребенка и о его болезнях. Вся остальная информация будет скрыта. И вот, спорили. В Законодательном собрании награждают победителей конкурса «Парламентские дебаты». Премии о сторон проходили в несколько этапов. Сначала лидеры рассказывали о работе своей молодежной палаты. Сколько провели патриотических уроков, праздничных акций или флешмобов. Затем каждый презентовал свои проекты. По высадке деревьев 9 мая, организации экскурсий. В области сейчас 40 молодежных палат. Награды получают 10 самых активных из них. Председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш подчеркивает, именно эти молодые люди в будущем могут стать лидерами страны. Мне кажется, это хороший стимул для молодежи в активизации своей политической деятельности. Пожелаем им успехов и удачи, потому что в скором времени они придут на смену действующим депутатам всех уровней. Их можно называть будущим Российской Федерации, будущим Челябинской области. Награждение совпало с годовщиной создания общественной молодежной палаты при Заксобрании области. Ей исполняется 10 лет. В честь юбилея депутаты объявили в ЗСО День молодежного самоуправления.